Стать звездой соцсетей. Увидел ролик, где уверенный молодой человек обещал из любого сделать интернет-гуру. Чентурия Лука Вахтангович. Я принес ему полмиллиона рублей наличными средствами. За эту сумму Чентурия обещал сделать Гарри популярным и пропал. Оставьте сообщение после сигнала. Скорее всего, телефон либо заблокирован, либо человек сбрасывает эти трубки. Телефон молчит, но в соцсетях Лука Вахтангович в миру Лука Чентурия продолжает заманивать клиентов. Дорогие друзья с группового менторства. Сегодня в два часа каждому из вас добыт великолепный чат. Я ему оплатила 23 тысячи рублей. Когда ему нужны деньги, он набирает новый поток, быстренько что-то там рассказывает и пропадает. Татьяна Астахова свои 40 тысяч не может вернуть уже три месяца. Мы начали писать. Если ты не скидываешь нам уроки, ничего не предоставляешь, возвращай деньги. Я сказал, деньги не верну, это не предусмотрено по моим личным правилам. Правила простые. Все недовольные сразу отправляются в черный список. Я ему пишу, что мне скинули деньги. В итоге ни ответа, ни привета. Сейчас я не впахиваю, а зарабатываю. И зарабатываю не 60 тысяч рублей, а от миллиона рублей. Почему? Потому что занимаюсь продюсированием. Они называют себя продюсерами блогеров. Кто это такие, объясняет продюсер звезд реальных Иосиф Пригожин. Неважно, кого ты продвигаешь или раскручиваешь. Артист ли это, блогер или политик. Принцип один и тот же. Самое главное, что мы продвигаем с вами контент. Всем добрый день. Алина – реальная звезда Инстаграма. 4 миллиона подписчиков. Каждый день расписан съемки, фотосессии, встречи. Легче достигать своих целей, когда рядом есть профессионал, который может тебе помочь и продвинуть тебя дальше. У звезды Алины есть продюсер Анастасия. Ищет рекламу, составляет расписание, нанимает стилистов. Если раньше хотели быть космонавтами, врачами, все вот эти качественные, хорошие профессии, то сейчас все хотят быть блогером. Рекламный рынок в соцсетях – многомиллиардная индустрия. Блогерами занимается целое агентство. Как и в любом бизнесе, есть и отдельная категория мошенников, которые пытаются эксплуатировать разных молодых ребят, при этом недоплачивая им, обманывая их. Кстати, про Луку Чентурию все наши пострадавшие узнали из Инстаграма его подруги. Его девушка Нелли. Она один из самых известных продюсеров инфопродуктов в Москве. Сама Нелли называет себя ни много ни мало апостолом инфобизнеса. Они все тебя любят, они все пришли сюда. Предлагает вложиться в свой проект и гарантирует прибыль, которая даже Мавроди не снилась – 60 тысяч процентов годовых. И да, мы сегодня собрались, чтобы рассказать вам, как вы заработали бабок. Получится ли заработать еще – большой вопрос. Возлюбленного Нелли сейчас проверяет полиция. В МВД на него уже семь заявлений. Что он им обещает? Что они станут великими продюсерами, что они будут зарабатывать миллионы денег? Это обман. А обман при завладении денежными средствами – это мошенничество. Кстати, после вмешательства журналистов, Чентурья все-таки вышел на связь с пострадавшими. И даже вернул одному из них полмиллиона рублей.